гуляя вечером по парку я придумал новую рубрику есть очень много видеоматериалов где не я заканчивал осмотры автомобилей а осматривали эти машины наши парни и так какой трешняк встречается нам по дороге давайте посмотрим добрый вечер поехали при общении в офисе с заказчиками в понедельник каждый понедельник утром я есть в офисе для встречи с подписчиками для встречи заказчиками так вот я слышу от них одно и то же в кадре нет наших экспертов есть только я один и поэтому доверие есть только ко мне ребят поймите за каждого своего сотрудника я несу ответственность как материальную так финансовую так и морально-этическую так вот сегодня на примере одного эксперта я расскажу несколько историй несколько выборов автомобилей в общем парень проверенный временем на основе его работ сегодняшнее видео вот автомобиль ситуация обычная звоним договариваемся встречи приезжаем к автомобилю алё здрасте я приехал ребят машина стоит там то посмотрите если визуально подходит я приеду ну тут понятно уже сразу что это перекуп и понятно что ситуация нифига не такая радужная как про нее рассказывают но тем не менее к осмотру имеем это сказали посмотри без меня по кузову если подходят туда подъеду 1.8 2008 год у нее пробега 1300 ты ну это мрак да там мрак окей есть следующий вариант рено меган автомобиль от собственника человек ездит на нем несколько лет ухаживает влаживает по словам этого парня автомобиль имеет всего лишь один покрасок и в изумительным техническом состоянии по словам по телефону ну и естественно по фотографиям пластик этот бампер не стоит на месте здесь тоже здесь тоже так как это отчасти учебное пособие надо всегда первый замер делать с крыши потому что больше всего вероятности что автомобиль по крыше будет целый с крыши показания 134 впереди бампер тоже плохо стоит и как очень часто бывает как люди говорят легкий подкрас так вот легкий подкрас это когда ну скажем ну пусть до 200 на рынок хотя вот 150 175 вот это легкий подкрас но здесь же так чтобы не обманывать такой легенький трешничок и одним подкрасом тут нифига не обойдется то есть с учетом того что шпаклёвано уже аж настолько но все равно смотрим дальше но бывает стекло треснуто радиатор какая последняя цена будет ну 28 стекло треснуто акцентирую внимание на том что человек сказал что автомобиль очень ухоженный но при этом двери скрипят сейчас две минуты не подушки все подушки все на месте его не смотрели подушка на месте друзья так случилось что окончание этого ролика нужно писать уже сейчас нахожусь во франкфурте часть материала осталась у меня дома в киеве а я тут задержался но не суть у нас благо без лишь всего есть в архивах и сейчас я наверно чуть-чуть переведу тему ролика на формат того что что такое автомобиль пригнанный с европы для продажи и что такое машина для себя ну что такое машина для себя вы прекрасно знаете как они выбираются а вот то что показать контраст показать автомобиль который везется для продажи вот такой вот контраст у меня есть сейчас легко мешаю людям здесь нас я сейчас грубо говоря в холле гостиницы и такой небольшой как небольшой метров наверное ну я думаю 56 квадратных стол здоровый за этим столом есть 4 посадочных местах справа от меня сидит немец там инвуз напротив француз и вот все друг друга практически понимаем каждый что-то работать несмотря на воскресенье но тем не менее ладно вернемся к тому что такое автомобиль пригнанный для продажи зазоры подгулявшие здесь вот есть мелкие коцки есть чуть краска чуть протерта панорама у него есть какие как и написано лобовое стекло под замену здесь есть очень серьезный скол и там вверху она треснута не осталось никакие документы немецких этот автомобиль как нельзя лучше показывать что такое притянутый за уши с европы во всех автомобилях которые ехали своим ходом для то чтобы получить номера должен быть остаток техосмотра и это такая большая бумажка тюф или же декра в разных на разных землях называется по-разному так вот минус для перекупа этой бумажки заключается в том что там написано когда в какое время на каком пробеге был пройден техосмотр то есть если взять техпаспорт на обратной стороне в техпаспорте пишут что он есть но в техпаспорте не пишут пробега а вот именно вот этой бумажки есть пробег точно также отсутствие сервисных книжек большой пачки документов которые зачастую очень часто бывают но самый большой минус это то что нет тюва ну или же нету декры сделано очень плохо не проверяли как брали да зазор кривой лобовые еще родное стоит сесть только по кругу родные горжа на колесе крученые двери сиденья в порядке а сколько пробега сиденья тоже но время стягивается запустите мото был не еще один случай в практике автомобиль выбирали в черкасах один из наших парней тогда он у нас еще работал выбрал машину выбрал с первого раза по не высокому ценнику машина с его слов просто идеальная но где-то мне там в мужичок что-то постучалось и я решил перепроверить этого новенького нашего парня который выбирал автомобили путем того чтобы поехать и пересмотреть что же он выбрал и парни грубо говоря поехали с ровно в черкасы до путь не близкий но тем не менее репутация дороже и что из этого вышло и почему этот парень был уволен я вам сейчас покажу бампер не сидит на месте конкретно не сидит треснутый бампер вот здесь же поржавелый просто заклепка здесь лопнутая вот тоже по дырому здесь видно что с пистолета горячий герметик напалялся здесь просто щеткой провели а по сути сбоку этих балладминниками хироневич поднимать округа посмотрим на полку на вот эти на вот и перекручивались снимались здесь тоже снимать тоже снимались двери это новый лексис покупаю сколько цена нылью стойка крашен варьки задние две крашеные сейчас немножко занят немножко занят чуть попозже я вам все отвечу все наши парни обучены не обращать внимание на то что говорят перекупы потому что это уводит внимание от основных моментов круче на круче на вот это да Крепление фары лопнуто, подложь лопнуто, да, крепление фары лопнуто, а сколько пробега? Минут через 10, когда парни сказали, что мы сейчас подключимся и по косвенным признакам, как минимум, поймем приблизительно сколько у него, парень говорит «Окей». 490. Так, крыло крашеное. Загоняли 490. Дверь крашеная. Понятное дело, что такой автомобиль рекомендовать точно нельзя, и слава богу, что случилось именно так, а не иначе. Тот парень был уволен, который осматривал этот автомобиль, потому что мы прежде всего приверженцы качества. Но да ладно, эта история закрыта, есть другая. Из разряда «Попробуй, найди живой Камри за десятку». Под капотом здесь вот прокладка пропускает. Запустите мотор. Фары в пленке. Подвижка доходит. Капот по-хорошему, надо перекрасить. Оригинальное лобовое. Все стекла по кругу оригинальные, подушки у нее все на месте. Диски Origin Toyota уже начали гнить. По крыше все гуд. Бампер не оригинальный. Он стоит на месте, но он просто сильно тонкий. Крышка здесь подкрашивалась, но подкрашивалась качественно. То есть окрас небольшой. Но если бы не мусор здесь, и так как лежит крупа, то, наверное, и не заметил бы. Вот везде бьется плюс-минус одинаково. В принципе, должно под полировку сойти. Мятинка на бампере. Центрального крепежа либо нет, либо не прикручено. Вот эта сторона, которая делана. Заднее стекло также оригинал стоит. Ну и здесь вот идет переход. Уменьшается. К водительской двери сделан переход. Стандартно делают. Это крыло. Это самое такое место. Самое страшное в этом автомобиле. Здесь бампер притерт. Вот он лопнул. Да, по толщине вот вид нашел. Можете попробовать. Туманно? Да. Вот. Причесана. Здесь вот надула краску. Ржавчина, потому что наделана. Она была где-то притерта. Давненько. Эта дверь крашена вся. Где-то какая-то вмятина была. И вот чуть-чуть шпаклевки подкинули. Низ здесь шпаклеван. Здесь он окрашен. Проем. Вот эта часть. А здесь чуть шпаклевки есть. Вот. Но немного. Подушка я смотрел на месте. Все ремни безопасности работают. Дальше по водительской. Зеркало тоже крашен. Зеркало крашен. Вот стекло оригинальное. Скол большой. Скол лучше бы поменять. Это низ радиатора. Это уже следы и часть. Радиаторы никто не менял. Здесь уже ничего не крашено. Руль перешит. Селектор перешит. Сидение не перешито. Здесь вот тресного кожи. Сейчас почитаем. А теперь видео на тему. Насколько перекупы талантливо клеит дурака. Ну в формате. Тут же ж только лаком сбрызывали. Тут не крашено. Машина не поврежденная. Вот тут, кстати, проверка. Потому что я помню, что-то они мне... Или лак тут чуть-чуть есть. Ну что-то тут... Или в этой части где-то. Ну так как-то. Потому что я углы смотрю. Вроде оно... Ну как бриз это есть. Может она перла. Может снимали. Хули. Все остальное я проходил. Ну она была здесь битая. То есть там что-то показывают? Да, она что-то показывает. Она вообще ничего не показывает. Она не пробивает даже. А ну дальше давайте. Может это прибор как-то реагирует? Приборы реагируют нормально. Сколько? 155. Ага, это нормально. Может. Может. Я просто за тот угол. У меня... Не бьет вообще. Что-то такое. А ну что, будет? Ключок. Ну, ключок. Это же металл или пластик? А металл или пластик? А нет, это пластик. Ну вот у нас... Ну может, может там что-то. Вот я помню, что у нас развор был. Они говорят, там это, лак, там что-то. Ну да. Куда не... Там царапина катается, я думаю, была. Женщина. Женщина. Ну, кусток шпаклевки есть хороший. Не то, что там чуть-чуть. Ну, что-то там может. Может что-то. У нас вообще, знаете, я удивляюсь людям. Бегаем мы как дураки с этими. Я же так же самое, как и вы. С прибором. Все-все. Только я попадаю туда, ну, европейскую часть. Они ездят там просто... Ну, есть машина, да. Там собака уникальна, вот, вольво сидит. Я смотрю, на ногтями там... Да, там все ровно. Они... Там мать, там что-то, у нас страховка там, если что-то, где-то так-то и все. А у нас приборы эти, да такой прибор-то, там и такой прибор-то, там и вот так. Нам надо показать человеку полосу... Нет, нет, это я бы правильно работаю, вы делаете свои. Я имею в виду, что у нас вообще люди приезжают, там машину это, берут по два прибора, да по три берут. Одним, вторым. Плюс общество, вы же поймите, доведено до такого, что у нас уже друг другу не то, что не доверяют. У нас оно... Какой-то цель у вас багажника, так сказать, это опасно. Потому что я думаю... Оружия нету тут? Нет. Все в салоне. Но вы ее полировали. Нет, это не полироль. Это, как я говорю... Это не полироль. Это... Полировали машину. Вак снимали. Послушайте, не полироль. Я же вам еще раз. Воска. Два попрытия воска. Это не полироль. Смотрите. Воска. Сейчас я доснимаю. Ну, при мне же ее делали. То есть ее никто не полирал. Ее помыли. Знаете, это... Есть... Сейчас последний... Все, видите, молодой человек пошел. У нас багажника нету. Хорошо? Ну, вы сейчас уже там что-то останетесь. Закройте. Нет. Мы не поговорим. Я даже... Как оказалось, парень классный. Парень отличный. Не нагружает. На мозг давит нормально. Есть еще одна интересная, замечательная история. Я их могу рассказывать до утра очень много. Но, кстати, уже через полтора часа должно выйти видео. Я его еще в монтаже не создал. Но, тем не менее, еще парочку интересных моментов я подброшу. Итак, официальная история. В белой церкви парень имеет неокрашенный автомобиль. Все с ним классно. Все замечательно. Давайте смотреть. Стойка тоже красилась, да? Я не в курсе. Я не скажу вам ничего. Ну, скорее всего, да, если все на резинках есть. Трошки. Крыша тоже красилась. Крыша? Крыша. Красилась вся правая бочина вместе с крышей. И крыша красилась? Да. Задняя крышка тоже красилась. С шпаглевкой? Или без? Без. Тут шпаглевка. Где? На дверке. А крыша целиком красилась? Сейчас посмотрим. Пока по той стороне точно вся машина перекрашивалась. И тут даже шпаглевочки. И тут бачки. А поход капот менялся. Правильно понял? Не скажи. Капот менялся. Не скажи. А сколько же должно быть? 110 и 130. Это двойной перекрас. Ну, тебе даже потек. Та сторона красила все. Ну, шпаглевки тут нету, да? Есть местами шпаглевка. Для этого же парня мы осматривали другой автомобиль. Он снаружи просто идеален. Зато что у него внутри... Давайте посмотрим. Подтопленная поперед код. Так что мы здесь... Значит, стекало и слезу не сел. Здесь пауэршифт стоит, да? Да. Поэтому она и крученная. Потому что здесь пауэршифт. В половине вот была беззеленная такая вот собралась. И бралась вот таким, с этой стороны. Чтобы она здесь была топлена. Она может на одну сторону. Она без капота пробивала. Ну, в аукционе. Сверху текло, блядь. Понял? Вот тут вот, блядь, вот так вот все собирал. Отлично. А почему эта пауэршифт такая ржавая? Это же тоже под соленое влияние попадало. Была эта кислая среда. Поэтому... Ну, посвяти вот эти пречни. Это царапки. Тоже суппорт скрученный. Да. А здесь нет. А здесь не видно. Не успели перекрутить, да? Да. Что, не успели? Суппорт перекрутить. Ага. Ну, окей. Если вот... Как ты говоришь, без капота стояло. То, блядь. Это что, не рихтовано? О. Морда, да? Это просто так постукали ее? Похоже, да. Можешь, смотри, подумать. Вот это же дверь сейчас, а гармошки нет. Вообще нормально. Смотри, она оторвала вообще от телевизора. Лонжерон. Да? Оторвано там криво, не рисковано. Мира. И тут просто прикрутил. Смотри, как бампер крашен. У меня бампер, кстати, родной. Смотри, как он крашен. То есть она сюда получала. Вот решетка. Парышка, китайская, блядь. Короче, борода. Это все новое. Я бы не советовал. Этим надо заниматься. И тем более, что... Надо разбирать, блядь, все обрабатывать. Хорошо, что он сделан. Но мы не знаем, как он сделан. Если он сделан на продажу, сейчас поедешь на этот Драйв и... Так кто-то до него, значит, сделал. Да нет, это довольно свежекручено, потому что, вот смотри, блестит еще после ключей. Это вот кручено. Вот точно так же посмотри на суппорт. Это вот только-только кручено все. Если бы это было в Америке, то оно бы было в Америке и уже прержавело. Вот, смотри. Не, ну тут понятно. Это может быть, приплыло, может быть, и здесь, скажи, я скажу, трещина была, и часть корпуса поменяли. Ну, это все надо узнавать, разбираться. Почему? Нет, целиком нет, потому что, вот смотри, какая это была, какая это. Смотри, и вот в крышках они, ну, не совсем одну один. На коробке же делают шлифовку, правильно? А здесь вот смотри. Вот это плита выше, вот это ниже. Это от двух разных коробок детали стоят. Это могла быть коробка с разборки, сделана на продажу, там кому-то, и вот эта часть где-то в луже валялась. Это две разные коробки. И это было с разборки, или это уже сами делали, но это остается догадываться. Стрижки бы тоже ржавые. Вот, видишь, где ручи, внутри они ржавенькие тоже. Этого не должно быть, потому что имеешь рабочий и привод, ну, эх. Тут было регулярно, а было натоплено, а было не революционное дорожное для продажи. Я не понимаю, что ты не можешь. Это все хуй, байду, короче, меняли, да? Походу, вилами ебали. То еще такое, то может быть ремонтировали, может на продажу остается догадываться, а ну вот это, ну, реально жестяк. Это жопа, просто. Да. Окей, нужно уже финалить этот видос, потому что уже и по времени слишком затяжное получилось, да и вообще, многие люди в воскресенье говорят, давай видос, мы же все-таки ждем, давай, 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 быстрее. Скоро его нужно выпускать, а у меня оно еще не собрано, не зарендерено. У меня еще очень много всяких подобных историй. Если интересен такой формат, я могу сделать вообще целый специальный выпуск одного трешняка без логического завершения, потому что это будут выжимки от той истории, от другой, от этой. Ну, если интересен такой формат, напишите, я обязательно сделаю какой-нибудь отдельный выпуск, можно даже сделать их несколько, потому что в один тупо не влезет. Ну, а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания Один Авто. Всем удачи на дорогах, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok